Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Екатерина Шайтанова. Здравствуйте. Мы журналисты, редакторы Читару и сегодня мы хотим поговорить о почетных грамотах и других книжках формата А4, по-моему, и даже больше, которые печатают исключительно для того, чтобы потом вручить кому-нибудь в подарок и чтобы получивший эту книгу поставил я куда-нибудь в шкаф или за стекло никогда в жизни не открывал. Мне уже страшно. Ну, а на самом деле мы хотим поговорить про две истории, которые связаны с, по-моему, даже не с желанием вручить какие-то почетные грамоты, а с желанием вынести в информационное, некоторых людей, вынести в информационное пространство обсуждение самой возможности вручения почетных грамот президента сначала вице-губернатору Айгме Ванчиковой, а потом вице-премьеру Андрею Гурулеву. Оба этих человека являются заместителями нашего губернатора Александра Михайловича Осипова. Один в статусе вице-губернатора это Айгма Гармаевна, вице-губернатор человек, который подчиняется непосредственно губернатору, деятельность которого никто, кроме губернатора, не контролирует. А вице-премьер это тоже заместитель губернатора, но во втором его статусе председателя Забайкальского правительства. Вице-премьер это человек, деятельность которого регулирует губернатор и Заксобрание Забайкальского края. Вице-премьеры и губернатор составляют правительство Забайкальского края, а вице-губернаторы ничего не составляют. Они составляют часть того хаоса, который творится в региональном правительстве. Так вот, в начале июля кто-то, некто вкинул в информационное пространство, мы так это воспринимаем, информацию о том, что в администрацию губернатора Якобы среди руководителей подразделений проводятся опросы целесообразности награждения Айгмы Гармаевны Ванчиковой, почетной грамотой президента за ее нескончаемую борьбу за здоровье населения в связи с пандемией коронавируса, в том числе в Забайкальском крае. Выглядело все это максимально странно, потому что, ну, с нашей точки зрения, может быть, мы что-то упустились, Екатерина Александровна, не существует такого порядка, в который почему-то в администрации губернатора нужно кого-то там опрашивать по поводу того, вручать ли Ванчиковой эту почетную грамоту президента или не вручать. Мы это все восприняли в том ключе, что эту информацию вбросили намеренно для того, чтобы возбудить невероятную народную нелюбовь в очередной раз к Айгме Гармаевне Ванчиковой. Роли Айгмы Гармаевны во всей этой структуре органов исполнительной власти, которую возглавляет губернатор Осипов, по-моему, и заключается в том, что на нее намеренно злые, несправедливые, нечестные люди сливают народную ярость, перенаправляя ее с других людей. Это было в начале июля, а ближе уже к середине августа, то есть на прошлой неделе, аналогичная история случилась с вице-премьером Андреем Гурулевым, который курирует ликвидацию последствий паводка, занимается вакцинацией населения и занимается вообще всем, чем ему поручит заниматься губернатор Забайкальского края. То ЖКХ он занимается то лесом, то выборами, то еще чем-нибудь. Вот эта история с вице-премьером Гурулевым мне показалась вообще саботажем некоторой работы, которую проводит региональное правительство. Потому что этот вброс в информационное пространство, он, по-моему, был в какой-то мере идентичен тому вбросу, который касался Игмы Гармаевны. И был, по-моему, тоже призван направить в сторону фигуры самой, монументальной этой фигуры генерала-лейтенанта в запасе Андрея Викторовича Гурулева тоже некоторую народную ярость. Катя нам сейчас расскажет, откуда это все взялось. А я по этому поводу писал колонку на выходных, в которой говорил о том, что, возможно, это некий саботаж, а, как минимум, по-моему, это вообще некая глупость распространения подобной информации. Но посмотрим, откуда это все появилось. Игмы Гармаевны, мы как бы немножечко в сторонку отодвинем историю, она уже перегоревшая, да? Нет, мы как раз поговорим про обе этих истории, мы скажем, что в первую из них фигурировал руководитель администрации губернатора Алексей Казаков, а во второй истории, из которой нам стало известно, что Гурулев тоже как будто бы претендует на почетную грамоту президента, фигурировал уже другой заместитель губернатора. Вице-губернатор. Вице-губернатор, приехавший к нам, мне кажется, из Приморья. По фамилии Костенко. Я запуталась, кто у них, чем занимается, чем отличается полномочия Казакова и Костенко. Если почитать о том, чем занимается Костенко, то выяснится, что он занимается тем же, чем занимается Казаков. То есть, оба они инициируют награждение людей грамотами? По-моему, оба их поста как-то связаны с внутренней политикой. Я поняла. В общем, мы написали запрос на, видимо, Казакова, потому что отвечает нам руководитель пресс-службы Роман Алексеевич Шадрин, из которого выяснили, что Ванчиково представлено к награждению по целому ряду заслуг, в числе которых организация особого режима работы амбулаторного звена, работы штаба с главными врачами, проведение обучающих циклов для врачей моностационаров, разработка маршрутизации пациентов с ковид в стационары, ну и так далее. Тут достаточно длинный список заслуг. И вот, честно говоря, я считаю, что это справедливое обоснование для того, чтобы Ванчикову можно было чем-то наградить. Я думаю, что если отодвинуть в сторону эмоции, политику и трэш, который творится в системе органов исполнительной власти, то окажется, что Ванчикову есть за что награждать. И внезапно пятым пунктом, про который мы вообще-то не спрашивали, оказалось, выяснилось, что Гурулев тоже претендует на эту грамоту. Вернее, сам Гурулев вряд ли что-то про это знает. Так он нам прокомментировал, что он от нас узнал о существовании какой-то такой инициативы. А Игма Гармайев нам ничего не стала комментировать. Но, видимо, она тоже что-то знает из ленты, потому что все активно отписывают эту повестку. Выяснилось, что помимо Ванечкова по поручению замгубернатора Костенко на награждение награды рассматривается кандидатура заместителя председателя правительства Гурулева в связи с ликвидацией последствий наводнения 2021 года. И, честно говоря, мне кажется, что если отодвинуть вот это вот все, перечисленное это бы в прошлом пункте, окажется, что Гурулев тоже есть за что награждать. Другое дело, насколько вообще целесообразна логика награждения чиновников почетными грамотами президента Российской Федерации. Скажи мне, как бывший чиновник, факт награды почетной грамотой что-то дает человеку, кроме бумажки, на которой написано, что он молодец? Предлагается ли к этому, например, какая-то денежная премия, что-то еще? Многое же могло поменяться. К чему-то, наверное, наверняка прилагается денежная премия, но дополнительных выплат, ну, систематических, как, например, наличие какой-то научной, как это называется, звания, научного звания, грамоты, по-моему, не предполагают. То есть грамота это... Потому что как-то она будет написана в конце биографии, награжден почетной грамотой президент Российской Федерации. Да, те, кто хотят, по-моему, пишут этот факт, что они награждены или награждены благодарственным письмом губернатора. Но в целом это некая бумажка, которую чаще всего или вот в кабинете на стенку вешают, что вот я награжден какой-то грамотой. Или в биографии указывают. Или выбрасывают. Я вот выбрасываю такие бумажки. Ну, у тебя есть? Ты награждена какой-нибудь благодарственным чем? Любыми грамотами, дипломами, прочими бумагами, на которых написано, что я молодец, я в целом их сразу выбрасываю. Ну, вот у меня, по-моему, ни одной нету. Ну, или, может, было, но я забыл. Я точно в биографии не буду писать, что я награжден какой-то почетной грамотой. Это совершенно ничего не значит. Но мы до того, как дойдем к сути грамоты, еще мы вернемся. У тебя хороший вопрос. Мы, можно вернемся к логике появления этой информации? То есть мы их не спрашивали про Гурулева. Нет, не спрашивали. Они намеренно, зная, что мы про это напишем, вкинули информацию про Гурулева. Ну, как вкинули. Они намеренно на пункт 5 написали дополнительную информацию, что вообще-то не водится за службу губернатора. Никакую дополнительную информацию обычно они никуда не добавляют. То есть... То, что если вы не спросили, мы вам не ответим. Ты же понимаешь, какую реакцию у обычных людей... Более того, прости, пожалуйста, я это говорю. Чаще всего, даже если мы спросили, они нам не отвечают. Ничего. По сути, они нам не отвечают. А тут мы не спрашивали про Гурулева. И вдруг выяснили, что по инициативе Костенко его кандидатура рассматривается. И если мы вернемся с тобой в июле, то выяснится, что про Ванчикова тоже никто ничего не спрашивал. А просто где-то в каких-то неизвестных мне телеграм-каналах появился скан документа. Он есть у нас в новости. Вот как раз про опрос каких-то сотрудников управления какого-то там внутри... Из чего мы делаем вывод, что история с Ванчиковой намеренный вброс информации, чтобы вызвать волну народной ярости к Ванчиковой. Сделано это совершенно очевидно, намеренно. Но история с Гурулевым еще более удивительная. В том смысле, что это появилось как будто бы в следующей серии. Это, во-первых, следующая серия. Во-вторых, обрати внимание. Ответ на запрос пишет руководитель структурного подразделения администрации губернатора, который руководит Казаков. Но он в этом пункте валит все на Костенко, который вице-губернатор, который находится за периметром администрации губернатора. Я вообще не удивлюсь, если даже Костенко не знал про то, что это написано про него. Я не удивлюсь, если Гурулев ничего про это не знал. Большой вопрос в том, зачем администрация губернатора накануне известных событий, которые пройдут в сентябре, учитывая и понимая статус известного нам вице-премьера, вкидывает эту информацию, прекрасно понимая, что мы об этом напишем, а потом об этом напишут все наши коллеги. А у тебя есть ответ на этот вопрос? Нет. Я могу только предполагать. Не называя это ответом. Есть ли у тебя предположение? Ну, зачем-то кто-то то ли намеренно, но я вот здесь не могу увидеть намеренности, как будто бы это сделано то ли случайно. Как случайно? То есть, как будто бы... Ты же понимаешь, что происходит с информацией о том, что какой-то высший чиновник регионального правительства награждается почетной грамотой президента? На него немедленно кидаются люди, которые недовольны работой, например, этого чиновника, или не видят результатов его работы, или в целом завидуют. Нет, это люди, которые недовольны чем-то во внешнем мире, они привыкли во всем этом винить чиновников. Ну, хорошо, это не противоречит, на самом деле, тому, что я говорю. Они еще и недовольны реальностью, которая их окружает. Да, они недовольны. Вот, хорошее определение. Они этой реальности недовольны. Ответственность за эту реальность они привыкли свешивать на чиновников. Хотя очень часто это вообще эти чиновники к этому никакого отношения не имеют. Но это отличный объект. Путин вот до чего. Да, Путин, отличный пример. Осипов на втором месте здесь. Ну, вот они основные объекты. То есть, это просто виртуальная груша, на которую граждане свешивают всю свою ненависть. Гурулев и Ванчиковы, они в этом же, ну, как бы, находятся в этом же, как бы, смысловом пространстве, да. Ну, Ванчиковы, наверное, меньше любят. Я предполагаю, Гурулева, наверное, побольше любят. Но смысл ровно такой же. И они это выбрасывают, чтобы, ну, кажется, как будто бы намеренно хотят вызвать ненависть к Гурулеву. Что странно. Зачем это полностью противоречит политическому моменту? Может быть, они это случайно написали? Ну, как мне случайно написали пятый пункт, что помимо Ванчика, мы еще и Гурулева хотим. Ну, да, то есть, я вижу намеренно вставленный блок. Но Роман Алексеевич же подписывал это. Мы могли бы его спросить, зачем он это сделал. Но, как бы, мы не можем этого сделать. Как бы, он вряд ли ответит. В смысле мы можем, но это бессмысленно. Это бессмысленно, да. Это вызывает у меня ощущение, я не понимаю, честно говоря. Что бы ты делал на месте Игмы Гармаевны в этой ситуации? Я бы на месте Игмы Гармаевны давно уволился. Нет, я понимаю. Применительно к этой конкретной ситуации. То есть, ты бы, например, не комментировал бы журналистам, что ты вообще не заинтересован в грамотах, и тебе все равно награждают тебя или нет. Ты просто хорошо делаешь свою работу. Если бы я был Игмой Гармаевной, которая находится в начале июля 2021 года, мне звонят журналисты, я бы брал трубку, меня бы спрашивали. Игма Гармаевна, ну что вы думаете про это? Я бы говорил, я не являлась инициатором всей этой истории, я этого не хочу, я просто делаю свою работу. Если кто-то где-то проводит какие-то опросы, ну, может быть, это часть какого-то процесса, которая со мной не связана. Я просто каждый день хожу на свою работу и хорошо ее делаю. Я это делаю за свою зарплату. Мне грамота, это будет приятно, если мне ее вручат, если кто-то сочтет целесообразно. Потому что я подозреваю, что список почетных грамот президента все-таки президент подписывает, наверное, да. Но я на это совершенно не ориентирован. Я поняла, а что бы ты делал на месте Андрея Викторовича Гурулева? Ну, вот он нам прокомментировал, что первый раз про это слышит, и я бы то же самое делал. Я бы тоже говорил, что, слушайте, я подозреваю, что он правду говорит. Я подозреваю, что если спросить Костенко, то Костенко может то же самое сказать, что я вообще ничего про это не знаю. На месте Гурулева я бы говорил, слушайте, ребята, я от вас в первую жизнь не слышу, есть у меня грамоты, нет у меня грамот. Я все равно ликвидирую. Знаешь, где грамоты у Гурулева находятся? Вот здесь вот. У него там две большие звезды, которые вообще все о нем говорят. Просто так генерал-лейтенантами не становится. Ему никакие грамоты уже не пересилят вот этого, что у него на погонах висит. Я поняла. Вот, но ты, возвращаясь теперь к началу редколлегии, ты спрашивала, что значит грамоты для человека. Ну да. Вообще основные. Вот у Андрея Викторовича Гурулева он себе заслужил вот эти две звезды большие на каждом плече. У нас вот эта история, мы, по-моему, писали уже про это редколлегии, с Романом Алексеевичем, может быть, писали. Про книжки. Про книжки и про грамоты. Это же всегда профанация. То есть, когда я, вот это я отлично помню со времен, когда я был чиновником, когда нет денег на премии и когда не хочется вручать премии, например, то вручается энциклопедия за Байкаль и сверху грамота. В пакете в красивом, были такие красивые пакеты, за Байкальский край, внутри грамота и энциклопедия за Байкали. Типа человек запомнит это навсегда. Я согласен, что... Человек запомнит навсегда, что вы подарили ему книжку. Херню какую-то. Ну, по чесноку-то. Нет, книга лучше подарок, но не в случае с грамотой. Да, есть хороший подарок, есть плохой подарок, а есть книга. Ну, ты извивешь, ты тоже любишь, когда тебе дарят книги, но это... Да. Я совершенно вырываюсь из этого. Ну, это вообще не про это. Это вообще не про это. То есть, я как чиновник, у меня дома просто свод энциклопедии за Байкали. А пакетики? В том числе... Ну, пакетики я выкинул, конечно, но энциклопедия за... У меня вообще дома есть вся энциклопедия за Байкали. Хорошо, а грамоты? Ну, наверное, тоже были какие-то, я их уже просто не помню. Ну, то есть, что ты с ними делаешь? Ты все-таки выбрасываешь грамоты? Мне на потоке вручали грамоты, пока я работал там в администрации губернатора. Ну, я, по крайней мере, точно помню. Ты их на стену вешал? Я их складывал в рабочий стол, и когда оттуда уезжал в Читару, я их с собой забрал. Но ты их сюда не привозил, я не видел. Да, они у меня дома какое-то время лежали, потом я их, видимо, как-то уничтожил. Вручает сразу выбрасываю? Потому что, ну, какой смысл в грамоте? Ну, вот что я сделаю? Мы когда еще в Читару находились в старом здании, на Красной Звезды, я прямо вам помню, у нас была точно такая же переговорная, хотя немножко другая, без синей стены, и я в порядке, и наш председатель Совета Учредителей настаивал на том, чтобы мы вешали грамоты. И я их, находясь как бы в какой-то стадии подросткового максимализма... В которой ты до сих пор находишься. Это что такое? Давай дальше, не будем это вырезать. Я язвил. Супер внизам, я очень удивилась. Я вешала вверх ногами. Ну. Ну, то есть, грамота вообще-то висит на стене, но висит вверх ногами. Ну, это реально детский, это юношеский максимализм. Ну, я тебе рассказываю эту историю с юношеским максимализмом. Все приходили в переговорную, типа, ой, а что у грамоты вверх ногами? Ну, типа, вот они висят. Потом, слава богу, эти требования исчезли, я их стала просто выбрасывать. Получаешь грамоту и выбрасываешь ее сразу, а что с ней еще делать? Вообще, если хочется наградить человека в современном мире... Наградите деньгами. Наградите деньгами. Бывает исключение из этого правила, то есть, со мной, например, это люди, которые меня знают, реально знают, что для меня лучший подарок – это книги. То есть, у меня вот лучшие подарки на мой день рождения, который был 29 июля, это электронная книжка одна, а вторые две бумажные книжки, которые мне принес мой друг и товарищ Макс Фитосеев, он мне подарил библиотекаря, как его фамилия это? Елизарова. Елизарова и книжку про древних людей. Прекрасно, Драбутушенко. Я их... Не Драбутушенко, Драбушевский. Я обе прочитал, получил огромное удовольствие. Но для большинства людей лучший подарок – это просто деньги. Нет, но это может быть что-то другое приятное, например, хороший гаджет. Да, то есть, если подарить кому-нибудь 12-й айфон, он точно обрадуется. Да, электронные часы с гравировкой. Как вариант. Ну, и можно придумать, да. Но! Машину. Да, я хочу... Автомобиль. Автомобиль, я бы обрадовалась. Если, например, ты хочешь как-то меня наградить по итогам 2021 года, как генеральный директор, например, я бы не отказывалась в автомобиле. Самое смешное во всей этой истории заключается в том, что вот эти граждане, которые... Ну, мы уже отодвинулись полностью от почетных грамот Ванчикова и Гурулёва, которые подозревают, там, никаких почетных грамот им не пахнет. Почему наверняка будут? Я прямо уверена, что будут. Те люди, которые раздают эти грамоты, друг другу-то они знают, что дарят? Ну, что они? Они-то себе дарят деньги. Причем деньги дарят в таких объемах, от которых у нас уже давно-давно кружится голова. У нас есть эта знаменитая табличка, читорушная, в которой мы собираем доходы, о которых отчитываются чиновники региональные. Вот здесь у меня есть заместители, председатели правительства, министры. Да все у меня тут есть. Вот она тут таблица на... Он им очень долго листает. На 220 строк. 220 чиновников у меня здесь в эту таблицу занесено. Друг другу они неграмоты дарят. Друг другу они дарят, например. Андрей Иосифович Кефер, первый заместитель и председатель регионального правительства, в 2020 году заработал 8,9 миллиона рублей. Это в 2,8 раза больше, чем он заработал в 2019. Прекрасно, да? То есть, человек находится где-то в периметре одного и того же региона и вдруг в течение года начинает зарабатывать в 3 раза больше. А, нет, не в 3, в 2 раза больше. Ну, да, в 2 раза больше практически. А, нет, все нашел. В 1,7 раза больше, чем в 2019 году и в 3 раза больше, чем в 2018 году. То есть, вот у нас уровень, средняя зарплата населения растет, там, по-моему, процентов на 10, на 15, на 20. А здесь у людей 286% за 2 года. Это точно опережает всю инфляцию. Или вот еще прекрасный рост показали, например, заместитель по социальным вопросам в региональном правительстве Татьяна Цемпилова. 5,8 миллиона рублей. В 2019 году она зарабатывала 3,1 миллиона рублей. А в 2018-м полтора миллиона рублей. То есть, у нее рост доходов в 4, блин, раза. Мне в этой ситуации жалко, я вообще не понимаю, чем занимается Цемпилова. Это деньги, которые берутся из бюджета, которые наполняются нашими налогами. Я сейчас еще в конце скажу, что меня больше всего возмущает. И так далее. Но я здесь по каждому могу пройтись. Вот один из лучших вице-премьеров регионального правительства, про который я как раз понимаю, что она делает, Инна Щеглова. Но у нее уровень доходов за 2 года вырос в 3,4 раза. Она заработала 5 миллионов рублей с лишним в 2020 году. А в 2018 году она зарабатывала полтора миллиона рублей. Что, блин, должно произойти с человеком, с его компетенцией, с результатами его работы, чтобы у него зарплата выросла в 3,5 раза, хотя человек продолжает оставаться чиновником. То есть, я не знаю. Наредный рост. Ну, блин, это... Новая ответственность. Я понимаю, что с ответственностью Кефира. Кефир бесконечно подставляется, я подозреваю. Уже есть все, бесконечно подставляются. В том числе, но... Мы-то, конечно, даже уже с тобой обсуждали. Я говорила, что Осипов платит людям такие деньги за то, чтобы они с ним работали. Да, в том числе. Ну, и тут же Гурулев, например. У него доход 7,3 миллиона рублей. У него он вырос на 46%. Он продал МЕРС. При этом Гурулев среди всех этих людей единственный человек, который по-человечески объяснил, что произошло. Мы же пытались набирать у них у всех комментарии. И ты когда спрашиваешь меня, вот я что считаю с чиновником? Чиновник, они, во-первых, все скрылись за законом и персональных данных. Типа, это персональные данные, мы не обязаны говорить о том, откуда у нас взялись эти деньги. Мы не будем этого делать. Я считаю, что это максимально странно. Когда ко мне приходят и говорят, Андрей, ты сколько зарабатываешь? Я говорю, идите нахер. Потому что я работаю в коммерческой организации, у меня должность, которая не предполагает публичности, ну, в части моих доходов. Когда ты чиновник, и ты сидишь на госбюджете, который формируется за счет налогов населения и хозяйствующих субъектов, я считаю, что этого закон не требует вообще-то от этих чиновников, но ты обязан держать это хотя бы в каком-то ключе понимания. И когда Гурулева спрашивают, он говорит, у меня военная пенсия, 70 тысяч рублей в месяц, он генерал-лейтенант, вообще-то, да. Он говорит, что у меня зарплаты и годовая премия. Он единственный из них из всех нашел в себе силы. Я думаю, он даже их не искал, а просто по-человечески сказал, у меня премия 980 тысяч рублей. Ему выписал, скорее всего, губернатор. Когда мы спросили Кефира об этом, человека, который получает какие-то невероятные бабки вообще, он говорит, помощник его говорит, сам Кефир не говорит, он говорит, увеличение доходов не связано с продажей какого-либо имущества. Он говорит, что рост обусловлен увеличением уровня заработной платы и соответствующих доплат с учетом перехода на иную должность правительства Забайкальского края. Вот это словосочетание соответствующей доплаты, это то, что им вручают вместо грамоты энциклопедии Забайкалья. То есть, всяким терпилам, которые подписывают всякие бумажки и берут на себя ответственность на низовом уровне, они будут вручать грамоты и книжки. Ну и тоже, наверное, какие-то премии. А у Кефира будет соответствующая доплата, которая поднимет его зарплату по сравнению с его уровнем доходов два года назад в три раза, и он будет получать 9 миллионов рублей в год. Я поняла, но у Кефира больше ответственности. Я не возражаю, но у него этот уровень доходов и, главное, рост этого уровня доходов ни с чем в Забайкальском крае не коррелируется вообще. Я согласна. Но наверняка он коррелируется с рисками, о которых ты не знаешь. Наверняка он коррелируется с рисками, о которых я знаю. Хорошо, наверняка он коррелируется с рисками, о которых ты знаешь. Но я не про это, и меня в сторону же понесло, как обычно там эмоциями я переполнил. Я к тому, что когда им нужно, они не грамотно друг другу вручают, а просто огромные бабки. Я поняла. И не особо по этому поводу скрываются. Просто потом вместо того, чтобы объяснить, откуда взялись эти деньги, ничего не объясняют, а просто мычат. Я поняла. Поэтому, о чем мы должны резюмировать-то? У нас две вообще-то получились темы. Первая, это про то, что региональное правительство по каким-то причинам, может быть, это совершенно осознанное, кстати, явление, когда это правительство перенаправляет народный гнев по-моему, с одного человека на каких-то других. То есть, самые любимые, мы тут у себя это называем громоотводом в региональном, региональной системе органов исполнительной власти, это Игма Гармановна-Ванчикова. Привычно. Привычно. То есть, вот чуть-чуть сразу все валим на Ванчикову. Зажгем огонь народной ненависти. Давайте еще про Ванчикову грамоту ей вручим или премию. Вот неожиданно рядом с Ванчиковой оказался генерал-лейтенант Гурулев. Для меня это абсолютно удивительное явление. Я его даже объяснить толком не могу. То есть, это такое манипулирование народной ненавистью. Управление народной ненавистию. Это первая часть. А вторая часть заключается в том, что сами-то чиновники друг другу неграмоты вручают, а бабки. И очень красиво, я где-то вчера читал новость про то, сколько платят друг другу денег в Роснефти. Ну, ладно, я сейчас не найду эту новость. История в том, что человек из вот этой, как это называется, совета директоров или какого-то высшего менеджмента Роснефти в минуту зарабатывает 60 тысяч рублей. В минуту. В минуту. А в частом, ну, соответственно, сколько там? 360. 3 миллиона с чем-то он зарабатывает. То есть, они друг другу премии в прошлом году, ну, вот эти премиальные выплаты увеличили в 6 раз, по-моему. Прекрасно. Или всем. И это измеряется десятками миллиардов рублей. Я поняла. Но я думаю, что обычные сотрудники Роснефти получают в дополнение к своим тоже, наверное, неплохим зарплатам грамоты все-таки, да? Это мы не знаем. Еще вот эта история, помнишь, про как Мостлик восстановили на Забайкальской железной дороге? Три богатыря-то там было. Был богатырь, один, которого не можем называть, а второй богатырь, хотя можем, он же должность занимает, начальник ЗАБЖД Скачков, второй богатырь, руководитель РЖД Белозеров, а третий богатырь – это губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов. Они всех поблагодарили и кому-то вручили нагрудный знак почетный железнодорожник. Вот у него нагрудный знак почетный двум человекам. Почетный железнодорожник. К нему, кстати, наверное, что-то полагается в части выплат. Ну, какая-то копеечка там, да? А если мы посмотрим потом, что будет у Белозерова по итогам этого года в части вознаграждения... Это будет не сопоставимо с нагрудным знаком почетный железнодорожник. Давайте дарить друг другу, если мы связаны какими-то рабочими взаимоотношениями, все-таки деньги, а грамоты оставим в прошлом. Спасибо за внимание. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok